30-го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина. «А мы вас везде ищем?» – сказал адъютант. «Граф у вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу». Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему. Граф Растопчин только в это утро приехал в город со своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти, хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля. Так же, как и знал это граф Растопчин. И все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями. В то время, как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа. Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу. Дожидаясь приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор. Как выслать, да опять вернуть? Беды не будет. А в таком положении ни за что нельзя отвечать. Да ведь вот он пишет, говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке. Это другое дело, для народа это нужно, сказал первый. Что это? – спросил Пьер. А вот, новая афиша. Пьер взял ее в руки и стал читать. Светлейший князь, чтобы скорее соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель ни вдруг на него не пойдет. К нему отправлено отсюда 48 пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет, и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли. Дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся. Когда до чего дойдет? Мне надобно молодцов и городских, и деревенских. Я клич кликну дня за два. А теперь не надо? Я и молчу. Хорошо с топором, не дурно с рогатиной. А всего лучше виллы тройчатки. Француз не тяжелес на па ржаного. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую госпиталь. К раненым. Там воду осветим, они скорее выздоровеют. И я теперь здоров. У меня болел глаз, а теперь смотрю в оба. А мне говорили военные люди, сказал Пьер, что в городе никак нельзя сражаться. И что позиция? Ну да, про то-то мы и говорим, сказал первый чиновник. А что это значит? У меня болел глаз, а теперь смотрю в оба, сказал Пьер. У графа был ячмень, сказал адъютант, улыбаясь. И он очень беспокоился, когда ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что граф, сказал друг адъютант с улыбкой, обращаясь к Пьеру. Мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга. Я ничего не слыхал, равнодушно сказал Пьер. А что вы слышали? Нет, знаете же, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал. Что же вы слышали? Да говорят, опять с той же улыбкой, сказал адъютант, что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор? Может быть, сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. А это кто? Спросил он, указывая на невысокого старого человека, в чистой синей чуйки, с белую, как снег, большой бородой, такими же бровями и румяным лицом. Это, это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации? Ах, так это Верещагин, сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца, отыскивая в нем выражение изменничества. Это не он самый, это отец того, который написал прокламацию, сказал адъютант. Тот молодой сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет. Один старичок в звезде и другой чиновник-немец с крестом на шее подошли к разговаривающим. Видите ли, рассказывал адъютант, это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли, он приказал расследовать. Вот Гаврил Иванович разыскивал. Прокламация эта бывала ровно в 63 руках. Приедет к одному, вы от кого имеете? От того-то. Он едет к тому, вы от кого? И так добрались до Верещагина. Недоученный купчик, знаете, купчик-голубчик, улыбаясь, сказал адъютант. Спрашивает у него, ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почты директора. Но уж видно, там между ними стачка была. Говорит, не от кого, я сам сочинил. И грозили, и просили. Встал на том, сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. От кого у тебя прокламация? Сам сочинил. Ну, вы знаете, графа с гордой и веселой улыбкой, сказал адъютант. Он ужасно сплыл. Да и подумайте, это такая наглость, ложь и упорство. А, графу нужно было, чтобы он указал на Ключерева, понимаю, сказал Пьер. Совсем не нужно, испуганно сказал адъютант. За Ключеревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф был очень возмущен. Как же ты мог сочинить, говорит граф. Взял со стола эту гамбургскую газету. Вот она. Ты не сочинил, а перевел. И перевел-то скверно, потому что ты и по-французски дурак не знаешь. Что же вы думаете? Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил. А коли так, то ты изменник, и я тебя придам в суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил. Я никаких газет не видал, а сочинил. Так и осталось. Граф и отца призвал стоить на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дуренной мальчишка, знаете, это как купеческий сынишка, франтик, соблазнитель. Слушал где-то лекции, уж думает, что ему сам черт не брат. Ведь это какой молочек. У отца его трактир, тут у каменного моста. Так в трактире, знаете, большой образ бога Вседержителя. И представлен в одной руке скипетр, в другой держава. Так он взял этот образ домой на несколько дней. Что же сделал? Нашел мерзавца-живописца.